Массовое убийство в Торонто. В канадском городе, который сейчас принимает саммит глав МИД Большой Семерки, грузовик въехал в толпу на тротуаре. Погибли 10 человек, 15 получили ранения, многие из них сейчас находятся в тяжелом состоянии. Был ли это теракт? И почему силовики молчат о мотивах преступника? На месте событий побывал Дмитрий Анопченко, его репортаж из Канады. Всю эту ночь на месте преступления оставалась полиция. Эти грузовики с песком в зоне оцепления стоят на том самом месте, где белый фургон неожиданно выехал на тротуар и начал давить людей. Янка – одна из главных улиц на севере Торонто, где селятся в основном приезжие. Я здесь приехал недавно, два года назад. Я думал, здесь все хорошо, все радостные, все веселые. И вдруг такие вещи случаются, мне очень странно. Сразу же, как только случилась трагедия, в нескольких метрах от залитого кровью перекрестка появилась вот эта стихийная площадка скорби, куда люди приносили свечи, цветы, мягкие игрушки. Листы, на которых прохожие на разных языках пишут слова сочувствия, вынес Костя Гулиш. Он живет в доме на том самом месте, где все и случилось. Сейчас очень многие начнут винить ту группу, эту группу, религию, там еще что-то. Забывают о том, что мы единое общество, и нам нельзя сейчас начинать показывать пальцем на кого-то и говорить, что вот они виноваты в этом. Но это уже происходит. Активисты мусульманской общины Торонто, а тех, кто исповедует ислам, тут несколько десятков тысяч человек, сказали мне, Алика Миносяна, водителя, который был за рулем белого фургона, они не знают, он не был их прихожанином. 25-летний парень жил неподалеку, всего в 8 милях от места преступления. И сейчас масса вопросов. Был ли он связан с радикалами? Может быть, он приурочил преступление к саммиту министров Большой Семерки? Почему тогда не поехал в центр города, а совершил нападение в районе, где как раз максимально толерантно к беженцам относятся? Допросы продолжались всю ночь, но что сказал задержанный? Каковы его мотивы? Канадская полиция пока держит в глубокой тайне. Канадцы продолжают и будут продолжать задаваться вопросом, почему это случилось, какие мотивы всего этого. Как сказал наш министр общественной безопасности, пока что у нас нет оснований подозревать, что в этой атаке есть угроза национальной безопасности. Но, конечно, расследование продолжается. Понятно лишь одно, никто не может предсказать, в каком новом городе опять придется приносить цветы и свечи. В память о жертвах нового наезда, где еще религиозный фанатик или просто маньяк решится выехать на тротуар. Подобные преступления не предотвратить, не предсказать невозможно. Будем честны, силовики научились уже бороться с организованными группами, но одиночки ускользают из их сетей. И поэтому ответа на вопрос, что делать, как быть в этих новых реалиях, нет сегодня ни у нас с вами, ни у министров национальной безопасности стран Большой Семерки, которые собрались сейчас здесь, в Торонто. Из Канады Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.